МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 10 рублей вместо 50 Сочи уменьшит ставку курортного сбора. Такое решение приняли депутаты городского собрания. Сочинским стрит-рейсерам предложили объединиться в сообщество. И вот тогда вопрос о выделении места подгонки обсудят еще раз. Осенний призыв повышения невыездного порога для должников и возрастного для главврачей. С 1 октября в силу вступает целый ряд нововведений. 200 заповедников представят на форуме в Сочи. На курорте пройдет Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям. Решить проблему обманутых дольщиков можно только ужесточив законодательство. Об этом заявил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев встретился с жителями региона, которые годами не могут получить собственное жилье. Подробнее наши краснодарские коллеги. Еще 4 месяца назад на этой площадке царили тишина и запустения. Предыдущий застройщик компания «Кубанькобстрой» прекратил работу из-за финансовых проблем. Ушел, бросив на месте сломанную технику и три дома. Больше 1200 человек превратились в обманутых дольщиков. Работы в жилищном комплексе «Семь вершин» возобновились только после того, как краевой администрации удалось найти нового застройщика. Первую многоэтажку на улице Снесарева рассчитывают сдать уже в следующем году. Жилищный комплекс «Семь вершин» – положительный пример. Но есть и такие случаи, где даже найденный инвестор еще не гарантия достроенного дома. Об одной из таких историй губернатору сегодня рассказали дольщики «Ричхаус» – жилого комплекса в Краснодаре. Недобросовестный застройщик просто отказывается передавать права на завершение работ другой компании, которую нашли на замену. Просрочка по сдаче домов составляет уже более 3,5 лет. Последние полтора года это уже была наша сбалансированная работа дольщиков и администрации города Краснодара. Самой большой проблемой в вопросе достройки дома стало подключение инженерных сетей к комплексу. Нет ни света, ни газа, ни канализации, ни водоснабжения. Решение проблем обманутых дольщиков часто упирается в законодательные лазейки, позволяющие недобросовестным застройщикам держаться на плаву. Поэтому необходимы структурные изменения. Венимин Кондратьев предложил разработать их на федеральном уровне руководителю рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александру Сидякину. «Пока не будет конкретных решений, проблему мы эту не сдвинем. А мы сегодня все время ее решаем, решаем с точки зрения бьем по хвостам. А что бить по хвостам? Давайте лучше загадать, что таким образом повернем, чтобы не допускать это. А сегодня, конечно, можно и законы применять, и еще, и еще, и еще, и подсаживать сегодня недобросовестных застройщиков на то, что сегодня власть все равно с нами будет подкидываться и никуда она не денется. Обманывали и будем обманывать. Плодили и будем дольщиков плодить. Вот это бить по хвостам нужно уже с этим завершать. Нужно реально создать такое правовое поле на федеральном уровне, которое не позволит недобросовестным застройщикам вообще по природе появляться. Ситуация, это, конечно, типично не только для Краснодарского края. У нас на сегодняшний день, по разным данным, около 1200 объектов проблемных по стране. Это почти 100 тысяч человек. Мы выработали механизм, по которому предотвратим появление большого количества дольщиков в будущем. Значит, будет создан компенсационный фонд. Каждый застройщик будет отчислять не в страховую компанию, а в этот компенсационный фонд 1,2%. Серьезные требования к застройщикам и в части ограничения, так называемых пирамид, о которых вы сказали. Теперь одна компания, одно разрешение на строительство. Собираешь деньги только под это разрешение строительства и не можешь их тратить на другие объекты. Это еще ряд ограничений вступит в силу у нас с 1 января 2018 года. Необходимо навести порядок и с разрешениями на строительство. Сейчас ситуация парадоксальная. По сути, в администрации города или района обязаны дать добро на стройку любому, кто придет с полным набором документов. Разве есть основания у мэра любого города не дать разрешение на строительство? Вообще никакого основания нет. Правовое поле здесь никак не защищает, только потому что есть исчерпывающий перечень документов, при которых мы обязаны выдать разрешение на строительство. И вся его прошлая история абсолютно не учитывается. Ну хоть что-то там, какую-то такую норму, чтобы позволяло нам на самом деле исходить из строительной истории этой организации и понимать, что или кто перед нами. Ну коллеги, мэры, сидите, так или не так? Совершенно верно, Веренимович. Мы сегодня на себя берем ответственность в части принятия решения невыдачи разрешения на строительство, хотя пакеты документов соответствуют градостроительному кодексу. Но это просто фирмы, допустим, однодневки, которые еще не попадают под те изменения, которые вносятся, которых мы хотим убрать со строительного рынка, потому что мы знаем точно, что они пришли именно за наживой. В том числе и за таких неправильных строителей, но с правильными документами в Краснодарском крае свое жилье не могут дождаться 6,5 тысяч человек. А сроки сдачи сорваны по 127 домам. При этом некоторые руководители недобросовестных компаний, набив свой карман сотнями миллионов рублей долевых денег, находятся всего лишь под подпиской о невыезде. Когда за 10 тысяч в тюрьму идут, да, мое мнение, что и за десятки миллионов тоже должны сидеть в тюрьме. Другое дело, что не всегда поддерживается это мнение, установленное в законном порядке, это уже другое. Но поверьте, что все вопросы эти по удовольщикам и по уголовным делам на контроле держу. И мое мнение только одно – все должно быть под страшным. С начала года в регионе возбудили 190 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками. Усилиями краевой администрации по каждому недостроенному дому пытаются найти нового инвестора. Люди, которые годами ждали купленного жилья, с трудом верят, что получат собственную крышу над головой. Ни одно не было исполнено обещание. Как мы можем верить? Стройка у нас стоит фактически. У нас 13-го числа голодовка началась. Это неконструктивно. Это сегодня где-то, может быть, кричащая мера, я тоже понимаю. Но лучше, но лучше выработать алгоритм и совместно контролировать этот алгоритм. Власти обещают, там, где найден новый застройщик, дома будут сданы в эксплуатацию. Конечно, не сразу, но гарантированно. Александр Иванченко, Майя Губа, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Общины староверов в Румынии собираются изучать русский язык и кубанские традиции. Представители Старообрядцева обратились к Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать поддержку в вопросах повышения квалификации преподавателей. Это может быть первым шагом к сотрудничеству с регионом русских староверов Липован. Несмотря на постоянное проживание в Румынии, большинство из них не теряют связь с Россией и Краснодарским краем. Мы рады тому, что сегодня диалог идет за этим столом. И сегодня мы сделали первый шаг. Не по своей воле ваши предки покинули эту землю. Но я думаю, сегодняшние потомки, может быть, имеют возможность вернуться. Вернуться сюда и ощутить теплоту и силу этой земли, родной земли. Для кого-то, конечно, уже и там тоже земля стала родной, потому что там родились. Но все равно есть те корни, которые генической памятью в сердце и душе каждого из вас отзываются. В Румынии мы, русские староверы, продолжаем традиции наших предков, историю, культуру, распространяем на территорию Румынии, продвигаем русский язык. Вот не хватает встреч. То есть наши дети, которые учат русский язык, чтобы посещали Россию на разные тематики, русский язык, история, культура. Это для нас было бы очень преимущественным. И, конечно же, то, что касается повышения квалификации наших учителей, преподавателей русского языка, это тоже было бы очень хорошо, если бы в этом направлении вы нам могли бы помочь. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня в регионе работает Институт развития образования Кубани. Там также могут проходить обучение и учителя из зарубежных стран. В Краснодаре откроют новый городской парк. С завтрашнего дня место отдыха будет доступно для жителей и гостей краевой столицы. Перед техническим запуском парк около стадиона Краснодар посетил губернатор. Во время экскурсии Вениамина Кондратьева сопровождал Сергей Галицкий, который представил объекты парка. Общая площадь территории – почти 23 гектара. Я прошелся по этому парку и испытал максимальное удовольствие. Потому что все равно жить в мегагороде, в краевом центре, все равно душа человеческая просит таких мест. Я очень рад, что в Краснодаре такое место появилось благодаря Сергею Николаевичу. На самом деле, я уверен, это будет любимым местом отдыха горожан. Здесь максимально осознанная комфортная обстановка для отдыха не только взрослых людей, но и деток. Очень много различных мест, где дети могут провести свой досуг, даже есть кинотеатр летний. Здесь все удобства для того, чтобы горожанин окунулся в атмосферу настоящей природы, настоящего отдыха. Окончание мы увидим в апреле. Поэтому пока все направлено на то, чтобы горожане сейчас осенью как-то получили удовольствие в парке. А так мы в апреле посмотрим, все получилось или нет. Потому что еще будет досадка где-то, ну где-то 150-200 деревьев мы досадим, даже не 100. И когда вся подсветка встанет. Плюс мы надеемся на следующую очередь парка. Если мы ее реализуем, тогда мы посмотрим. Но по большому счету, все, что мы хотели, мы реализовали. И спасибо тем, кто строителям, которые принимали участие, и архитекторам. Сейчас на территории уже высадили почти 2500 деревьев. Новый городской парк разбит на 30 зон. Есть летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад. Построили и фонтан, который зимой будет переделываться под каток. Для детей сделали большую песочницу с горками, веревочный парк, скалодром, водные музыкальные лабиринты. В парке также можно будет играть в баскетбол и кататься на скейтах. Сочи включился в экспериментальную программу курортного сбора. Соответствующая заявка была принята сегодня на сессии депутатов городского собрания Сочи. Наш курорт, единственный из всех городов Краснодарского края, решил по инициативе мэра сделать ставку не 50, а 10 рублей. Об этом и других вопросах, рассмотренных на первой после каникул сессии в материале Татьяны Говорковой. Отпуск у депутатов был недолгим, ведь перед выходом на сессию народные избранники активно работали над рассмотрением вопросов повестки, проходили заседания профильных и территориальных комитетов, по итогам которых сформировался список из 26 вопросов и двух дополнительных. Это и внесение ряда изменений в ранние решения городского собрания в социально-экономической и транспортной отраслях, а также в имущественных вопросах. Решением депутатов ряд учреждений здравоохранения перешел под управление Краснодарского края, это 9-я горбольница и 4 стоматологические поликлиники. На баланс края переданы комплекс МФЦ. Положительное решение депутатами принято и относительно выделения земель сочинским казакам. 6 гектаров переведены в земли сельхозназначения. Утвержден и перечень участков, предназначенных многодетным семьям. 99 исключается в связи с предоставлением и регистрацией перехода прав. 77 нового земельного участка будут предоставлены в порядке предусмотренном 385 государств. Депутаты также проголосовали за продление аренды помещений для ряда городских организаций и утвердили распределение бюджета в сфере образования и культуры. Бурную дискуссию вызвал дополнительный вопрос о ведении курортного сбора. Сегодня было необходимо принять решение о передаче краю заявки на участие в этой экспериментальной программе, заработает она с 1 мая. Во всех туристических городах Краснодарского края сумма сбора составит 50 рублей. В Сочи же по предложению мэра будут собирать по 10 рублей с человека. Будет определен соответствующий порядок, проработан, более доступно будет объяснено жителям и гостям курорта, каким образом он будет сниматься. У нас есть время еще поработать над этим вопросом, изучить его. Курортный сбор будут оплачивать только туристы из других регионов страны и иностранные граждане, жители Краснодарского края, это не касается. Сбор также не будут оплачивать несовершеннолетние и так называемые льготники. По прогнозам, курортный сбор позволит ежегодно приносить в краевой бюджет порядка 160 миллионов рублей. В Сочи сегодня резко испортилась погода. По прогнозам, синоптиковы ночью в течение четверга на курорте сохраняется опасность формирования смерчи. Спасатели просят отказаться от прогулок в горах и на море. В случае необходимости звонить по номеру 010. И к другим новостям. Осенний призыв, повышение невыездного порога для должников и появление возрастного для главврачей. С 1 октября в силу вступает целый ряд нововведений, рассказывает сайт «Известия». Что изменится в жизни россиян, узнаем из следующего материала. 1 октября начинается осенний призыв в армию. В первую очередь осенью идут те, кто летом не поступил в институт и не оформил отсрочку по учебе. Исключение будет сделано для жителей ряда территорий Крайнего Севера. Для них призыв начнется в ноябре. И жителей деревенской местности, занятых в это время на сборе урожая при условии, что этот факт документально подтвержден. Кроме того, под осенний призыв не попадают молодые мужчины-педагоги из-за того, что школьный год начинается лишь месяцем ранее. Учителя подлежат только весеннему призыву. До 1 октября федеральные льготники, которые имеют право претендовать на государственную помощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получить так называемый набор социальных услуг. Его стоимость с начала года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения. Претендовать на него могут инвалиды и участники Великой Отечественной, блокадники, участники боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, люди, пострадавшие от воздействия радиации. По желанию, льготник может воспользоваться собственно услугами, получить компенсацию за них или воспользоваться частью услуг. Тем, кто впервые получил право претендовать на набор, необходимо было до 1 октября подать заявление в пенсионный фонд. Кроме того, заявления должны были подать те, кто хотел бы изменить форму получения набора с нового года. Хорошие новости в начале октября ждут водителей, не отличающихся аккуратностью в вождении, но при этом часто выезжающих за границу. С 1 октября общая сумма штрафов за нарушение ПДД, после которой накладываются ограничения на выезд, будет повышена. Если сейчас зарубежная поездка может сорваться в случае, если сумма штрафов достигла 10 тысяч рублей, то теперь этот порог повышается до 30 тысяч. Другое нововведение связано с НДС и касается операций, связанных с жизненно необходимыми медицинскими изделиями. Теперь налогом на добавленную стоимость не будут облагаться операции, связанные с передачей таких изделий в аренду или лизинг с последующим выкупом. Речь идет в том числе о технологичных медицинских аппаратах, необходимых для лечения тяжелых заболеваний. Главные врачи и их заместители теперь не могут быть старше 65 лет. Такое ограничение установлено законом, принятым в силу в июле. Его действие распространяется как на государственные, так и на муниципальные медучреждения. Закон вступает в силу с 1 октября. По нему после достижения 65 лет главврачей предложено переводить на иные должности, соответствующие их квалификации. Впрочем, возрастной порог для конкретного руководителя может быть увеличен до 70 лет, если такое решение примет коллектив. Еще одно нововведение коснется юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В счетах-фактурах с 1 октября появится новая графа – код товара. Относится она в первую очередь к тем, кто ведет торговлю со странами Евразийского экономического союза. Остальным достаточно поставить в графе прочерк. Кроме того, теперь в счетах-фактурах организациям придется полностью указывать свой адрес по единому госреестру юридических лиц. До сих пор в таких случаях можно было ограничиться указанием города, в котором находится предприятие. С октября компании, не указавшие в счете полного адреса, впоследствии могут лишиться налогового вычета. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Гонки по Сочинске. Где они должны проходить, чтобы любители скорости не нарушали правила дорожного движения? Ответ на этот вопрос искали на встрече стритрейсеров с представителями ГИБДД и Управления молодежной политики в администрации города. Себя они называют стритрейсерами, то есть любителями уличных гонок. Чаще всего работают в автосервисах и настолько любят свои машины, причем у всех они разные от бюджетных, отечественных до дорогих спортивных, что не представляют своей жизни без автомобильных гонок на общественных дорогах. Мероприятие – это неофициально, незаконно и чаще всего представляющее потенциальную опасность как для самих стритрейсеров, так и для других участников дорожного движения. Требую, говорю, разъясняю. Вот от вас сейчас здесь сидящих зависит жизнь людей этого города. Как бы ни было странно, как бы это ни звучало. Вот этим проникнитесь. Для вас это развлечение семиминутное может быть. Сами ребята говорят, что все понимают, и то, что нарушают покой мирно спящих людей, и что их развлечения небезопасны, более того, они систематически оплачивают штрафы за превышение скорости. 220, 230, 240, 260, 270, 280. И вот теперь решили пойти на контакт и в буквальном смысле слова сесть за стол переговоров с представителями администрации города и руководством ГИБДД. Приезжают сотрудники ГИБДД, нас разгоняют очень часто, конечно. Буквально мы собираемся за полчаса времени, нас разгоняют, куда деваться. Мы уезжаем, разъезжаемся и переезжаем на другое место дислокации. Вот так и качуем, как говорится, по городу. Мы хотели бы, конечно, добиться от города, чтобы нам выделили полосу хотя бы в полкилометра. Одно из предложений самих гонщиков – дорога в Салахауле. Но стритрейсерам объяснили, на дорогах федеральных, краевых и муниципальных гонки и днем, и ночью запрещены. Активист от молодежи с визовом обещает, гонки прекратятся только в том случае, если будет участок трассы, пусть и на ограниченное количество времени, где можно и подрифтовать, и погоняться. Таких свободных трасс, которые без ущерба для дорог и самих водителей можно было бы передать гонщикам, в Сочи нет. Есть пока только пугающие цифры. В этом году число погибших в разных авариях на дорогах курорта – более 40 человек. Сотрудники ГИБДД заинтересованы в том, чтобы ночные автогонщики объединились в сообщество и от хаотичных любительских встреч на дорогах перешли к цивилизованным упорядоченным соревнованиям с обеспечением всех мер безопасности. Конечно, данную категорию необходимо исключать от управления по дорогам общего пользования. Для такого течения необходимо, конечно, какие-то закрытые площадки территории обустраивать с учетом обеспечения правил, норм в части обеспечения безопасности дорожного движения. Как пример, привели ситуацию с байкерами. Тоже были вопросы, но мотолюбителям удалось организоваться в клубы и вести самостоятельно профилактическую работу в своих рядах. Как результат, сегодня мотоциклисты – постоянные участники городских мероприятий и акции по соблюдению правил дорожного движения. Поэтому участники круглого стола договорились создать мобильную рабочую группу, которая четко сформулирует проблему и возможные пути решения. И после внесет на рассмотрение в администрацию города свои предложения по развитию автоспорта. Во-первых, ребята готовы организовать профессиональное сообщество. Мы, со своей точки зрения, готовы рассмотреть различные площадки под официально разрешенные места организации мероприятий, приурочных к данному движению. Будет также изучен опыт работы других регионов. Следующая встреча со стейтрейсерами пройдет в этих же стенах через две недели. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». 200 заповедных федеральных территорий представят на форуме в Сочи. Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям пройдет на курорте с 29 сентября по 1 октября. Девиз мероприятия «100 лет сохраняем природу». В преддверии конференции сотрудники Кавказского заповедника совершат восхождение на вершину Цахвоа, где установят памятный обелиск и флаг к столетию заповедной системы. Также в ходе форума состоится закладка аллей к юбилею российских охраняемых территорий. Глава Минприроды России вручит награды работникам заповедников и национальных парков, а также победителям конкурса «Лучше по профессии». 30 сентября будет проходить работа на тематических площадках, посвященных охране территории и борьбе с браконьерством, познавательному туризму, крупным лекопитающим, а также сохранению редких видов. Участники обсудят вопросы участия бизнеса в поддержке заповедного дела, современных технологий на службе заповедного дела, развитие сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. Будет обсуждаться и развитие юнацкого движения. В ходе итогового заседания Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям будет принята Сочинская декларация по развитию заповедного дела в 21 веке, сообщает пресс-служба Минприроды России. Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Сочи. 7 октября с 12 до 16 часов сочинцы смогут принести в Комсомольский сквер отходы на переработку. Волонтеры научат горожан правильно разделять мусор. Металл, пластик, бумага – все это можно использовать вторично, если правильно утилизировать. Главное условие – вторсырье должно быть сухим и не иметь видимых загрязнений. Дело в том, что до переработки мусор длительное время хранится на складах. Только после накопления объема отходов, оправдывающего себя при транспортировке, сырье отправят на переработку. Как сообщают организаторы, опасные отходы, батарейки, лампы можно принести уже 30 сентября в рамках акции «Ртутная безопасность». Она пройдет в Центральном и Адлерском районах на улице Новогинской, 18 и Молокова, 5. Сбор будет проводиться с 10 до 15 часов. Бархатный сезон удался, море чистое. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по состоянию на сентябрь санитарно-эпидемиологическая ситуация в крае стабильная. По данным ведомства, сообщает Юг Таймс, уровни инфекционной заболеваемости не превышают средние многолетние показатели. Специалисты продолжают проводить исследования про питьевой воды и обследования мест купания. За сезон выполнены более 42 тысяч лабораторных исследований морской воды на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Все пробы соответствуют нормативам. Только в течение последней недели в Сочи проведены исследования более 3 тысяч проб питьевой воды и воды из мест купания. Проб, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, не обнаружила, отметила Анна Попова. Из бюджета Кубани на фестиваль болельщиков в Сочи направят более 234 миллионов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Краснодарского края Виня Мин Кондратьев. Согласно документу, субсидии выделили НАСА финансирование расходов при проведении фестиваля болельщиков во время матча Чемпионата мира по футболу. Планируется, что фестиваль пройдет на площади Южного Мола. Там болельщики смогут смотреть Чемпионат мира бесплатно. Зрителям предложат программу развлекательных мероприятий и концерты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе и Сочи. Билеты на турнир уже в продаже. Молодые сочинцы могут получить именную премию главы города. Она учреждена с целью поощрения и поддержки инициативной молодежи. Принять участие в конкурсе могут студенты, работающие молодые люди и представители общественности в возрасте от 16 до 30 лет. Из числа студентов кандидатуры на присуждение премии выдвигаются учебными заведениями. Остальные могут самостоятельно заявить о своем желании бороться за премию. Главная задача конкурсантов – описать те проекты в области молодежной политики, которые они планируют или уже реализуют. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 октября подать заявку в Управление молодежной политики по адресу улица Советская, 42. Подробнее об условиях участия можно узнать по телефону 241-8194. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валеденталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского, 3. Телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.